Сегодня я хочу рассказать о поездке на ферму Буо, которая находится в Закарпатской области. Ферма просто великолепная, мне понравилась и не зря мы все-таки поехали туда. Это был первый раз и выбрали мы ее по отзывам на гугл-картах, которые оставили люди, которые писали, что ферма просто великолепна тем, что ее хозяева это энтузиасты своего дела, очень любят животных, разрешают погладить, пофотографировать, проводят дегустацию. Для меня это было очень важно и действительно хотелось попробовать посмотреть что-то новое. Как мы добирались? Находимся мы в Жденьево, поэтому поехали через Мукачево, Берегово и Виноградово. Что хочу сказать о дорогах? Дороги вполне хорошие, вменяемые. До Виноградово сделали ремонт. Видно, что сняли полностью асфальт, старое покрытие положили новое. Поэтому не вздумайте, как мы сделать глупость и послушаться GPS и свернуть перед Виноградово на какую-то другую дорогу, которая ведет через село. Это буквально километров 6, но ехали мы просто ужасно, потому что дороги там нет, одни сплошные ямы. Это направление, за которое переживаю, чтобы не попасть, не вывернуть колесо и не убить свою подвеску. Скажу честно, пока я доехала, это был мрак. И уже даже на одном моменте хотелось просто остановиться, развернуться и поехать обратно. Сдерживало только то, что уже достаточно большой кусок на этих ямах ты проехал, и было бы очень обидно не доехать до конечной точки. И как оказалось, зря мы свернули, потому что, когда мы попали на ферму, нам сказали, что спокойно можно проехать через Виноградово. Что мы сделали на обратной дороге? Мы поехали через сам Виноградово. Там дороги на четверочку, латаны, есть наплывы, но вполне вменяемо можно ехать, а не то, как было в селе. В селе, по-моему, улишники называется. Поэтому единственное, о чем я вас прошу, если вы захотите поехать на эту ферму Буйволов, не сворачивайте никуда, едьте прямо через Виноградово, проедите полностью Виноградово и чуть в стороне, в левой стороне, будет эта ферма Буйволов. Ферма очень чистая. Животные, видно, что привыкли к людям, что люди к ним заходят, их можно погладить, они не боятся совершенно, нету какой-то агрессии. С кемось іншим, да? Да, например, мама с сыном или братом, то тодим ородживается Буйволета на такой стейки у них иммунитет. И что тогда с ними делать, ничего? Ну, один у нас такой случай, купили Буйволицу, она была вагітная, она родилась, Буйволя, бик навіть был, не мог иметь детей. Да, сейчас забруднять, очень хорошие. Он же ж не вышел. Давай, пока-пока. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хитрый? Тримайте. Спасибо, мама. Собирай. Ну, очень, конечно, такие. Да, такие, гарни. Молоком, да, только кормите? Буйволицы дают на день 8 буйволиць, 25-30 тысяч, и основную массу выпивали буйволяки. Осидная масса? Угу, как у паросятика. А потом получается билое, оси, то уходи, да? Ну, они вырабатывают, но все, как коричневая масса. Сам буйвол теперь черный. Гарнюня. Лекаря рекомендует, всякие люди, они плохое, мают программу с печенью, потому что они плохое, а так же, зокорое, но так оно містит, но стоит на лоббинках зимы. А не дуже жирно? Нет, оно сладенькое какое, вот интересное. Смачненькое, сладенькое, красивое молоко. Да, оно очень вкусное. Ммм, дійсно смачное. Потому что коровье молоко, оно очень вкусное. Бывает, что коровье молоко есть, да? Угу, бывает, очень часто. Ммм, смачное, дійсно смачное. Все. Нет, 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 нет. Да, и оно, ну, такое вот, ну, какого-то нейтрально-солодкое, я бы сказала. Помогите, я не знаю, здесь? А это, первое, что? Это Монглан, это индийский национальный фанинк. У нас он домеет Едгейский. Молоко наливается до определенной температуры, и вливается свежо-вечелинный римонный сит. Потом в дюймонного соку взлетается, и вкладывается в маленький пресс. У нас 45, ну, наше виробничество пише. Да, это моё. Ешьте. Ммм. Дай куштует. Фуууууу. Да, конечно, вообще не наш. Угу. Ау да смачно. Город, как я пересварнено сейчас. Нет, так, так, гарно. С томатом. Так. Има на рамкре цесечку меси, много поднигрывается тважданство, 33 градуса, лея ця кислозапасочка в основном выровненстве, промывается сочинное зерно и тежкий прес. И так мы имеем присоленности и мы имеем срок. Има на фоне. Има на фоне. Има на фоне. Ребята, что я делала мясо, даже сама не выжилась, но такое, как сливки, и у нас еще есть сметанка. Густенько. Когда сметанка не видно, где сметанка, где кисло молоко, потому что жирность молока велика и поэтому оно имеет такие лидии. Иван, это пивеньки. Это можно есть, насколько я знаю. Это тарталетка. Половина тебе, а на пив Ивану. Откушу, если. Смачно. Да, так там у него есть, он уже нашел. Так у нас есть сметанка, масло, творог. Много много, но это очень много. О, это вообще для сметанка? Да. Потому что у меня проблемы с сметанкой, я так вот... Все, чистый, чистый, ну, почти. Да. А это еще на молоко, ну, еще на молоко, ну, еще на молоко, ну, еще на молоко, ну, еще на молоко. Ага. Просто молоко и цукор. Когда цукорка реагирует в улице, творит кисло. Да. Да. Так, это сир, да? Да. 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 Ну, что? Это уже время. Так, я так с этим не смогу. Давай мне виделку. Да. Не знаю. О, что, о чем. Ну, это довго, я знаю, на вогне, да? Да, это. Да, но в течение. Вже так. Да. Я просто, я скоро этого чего намагалася сделать.